Привет! Сегодня я хочу поделиться с тобой пятью высокобелковыми приемами пищи. Особенно актуально для тех, кому тяжело набрать достаточное количество калорий в своем рационе. Или для тех, кто хочет устроить для себя cheat meal day и покушать вкусную, высококалорийную и в то же время качественную пищу. Вместо того, чтобы идти, непонятные заведения есть из непонятных ингредиентов, бургеры и тому подобное. Первый вариант мы начнем с фундамента. С вкуснейшего высокобелкового завтрака с яйцами. Я это есть не буду, но вот этот человек точно будет есть это. Яйца я не ем, потому что у меня непереносимость. Я еще раз напоминаю, мы сделаем это с фрапом, с шпинатом, помидором и ветчиной высококачественной. Погнали! Для начала разограем сковородку и в ней разобью 6 яичных белков. Для начала я добавляю спреем масло. Какое используем? Масло для жарки. Это масло кхи или кунжутное масло. В этом я не вижу никаких проблем. Особенно потому, что я не дохожу до какой-то прям раскаленной сковородки. То есть я грею обычно на среднем огне. Сейчас подождем прям минуточку, а пока я порежу помидор. Помидор я порежу слайсами, потому что он будет у нас находиться на... В рапе уже сковородка разогрелась. Я добавляю исключительно белки. Это прямо искусство вылить белок так, чтобы не капнуло туда желтково. Да даже если чуть-чуть капнет, то ничего страшного. Обязательно посолить. И я думаю, что можно добавить еще чесночную добавку. Белки уже почти готовы, поэтому сверху можно положить в рап. Вот таким образом я кладу в рапик. Собственно, все готово. Нам остается это перевернуть. Получается снизу тортилья, сверху белковый омлет. Что я кладу на одну из сторон. Шпинат. Небольшое прям количество. Помидорчики. Пускай это будет три слайса. Три хороших слайса. Кладем ветчину. Раз. И второй кусочек. Два. Дальше сыр сверху. По итогу здесь получается граммов 15-20 сыра. Соответственно, сейчас я просто накрываю уже сверху весь этот в рап. Складываю в одно целое. Сейчас подержим немножко так. Сейчас это соединится. Расплавится сыр. Приготовится ветчина до такого более мягкого состояния. И со шпинатом. И это будет просто лучший чип-дмилл завтрак, который вы видели. Вот такой в рап по итогу получился. Все КБЖУ написаны сейчас на экране. И также в описании рецепт. Сейчас Вэл попробует и даст свою оценку. Потому что мне яйца нельзя. Вообще, я очень люблю шпинат. Но самого никогда не покупаю и не добавляю никуда. Вообще, очень круто. Все сбалансировано. Я бы таких штуки две точно бы съел. За раз. За раз. За раз. И потом лежал бы с таким пузом. Знаю меня. И мысль. Круто, круто. Пробуйте. Второе высокобелковое прием пищи. Мак-н-чиз. Паста с курицей. Наверняка многие знают бренд мак-н-чиз. Они делают очень классные макарошки с огромным количеством сыра. Высококалорийные. В общем, то, что мы любим. Нам понадобится 320 граммов пасты. Посолить водичку. Пока мы будем варить пасту, нам нужно сделать обязательно соус к этой пасте и приготовить, соответственно, саму грудку индейки. Итак, нам для этого понадобится 350 граммов творога, 45 граммов крем-чиза. После этого 80 миллилитров молока. Я использую кокосовое молоко. И 25 миллилитров соуса. Я добавлю кетчуп без абсолютно каких-либо калорий. Хоть это и читмелу, я все равно буду придерживаться каких-то определенных правильных продуктов. И добавляем также сверху 35 граммов сыра. Теперь перемешиваем в течение двух минут. Все это дело. Будем варить пасту. Я думаю, что минут 8 хватит на эту всю историю. А пока нужно замиксить грудку индейки. И пожарить. У меня здесь 450 граммов грудки индейки. Которую я должен сейчас обязательно добавить еще специи по вкусу. Для того, чтобы это получилось очень органично вместе с пастой. Паприка. То есть я добавил сейчас сушеный чеснок. Паприки. Смесь перцев. И обязательно соль. Можно двигаться к сковородке. Сейчас будем все это жарить. Как только приготовится индейка, до этого я уже смешаю приготовленный соус с макаронами, с пастой вернее. И после этого уже добавлю саму готовую индейку, пожаренную, вместе с пастой. И это будет секс. Я стараюсь как можно меньше жарить мясо, а делать это более в запеченном состоянии или на пару. В принципе, если по минимуму делать даже жареное, почему бы и нет. Паста готова, и теперь можно весь соус добавлять сюда. Здесь уже как раз готова грудка индейки, можно ее добавлять. В данной порции 250 граммов пасты с крем-чизом. Это неправильно называть крем-чиз, это целый соус с крем-чизом, с низкожирным творогом 1,2%. С кокосовым молоком и соусом. Там низкокалорийным абсолютно. И плюс 200 граммов индейки, грудки индейки, пожарены на сковороде. Также сейчас будет на экране написано общая КБЖУ одной порции. По сути, у меня здесь получается смело две порции на обед. То есть я сегодня поем и, например, могу завтра спокойно поесть также на обед. Достаточно калорийно, вкусно и супер питательно. Особенно с точки зрения наполнения БЖУ. Это просто нереально. Но получилось достаточно кисленько из-за большого количества творога. Это можно разбавить, наоборот, большим количеством сыра. Или просто сейчас взять и немножко посолить. Не скажу, что это супер жирно. Но прям с удовольствием ем. Обязательно пробуйте это, если у вас не хватает калорий в течение дня. Третий высокобелковый прием пищи у нас будут наггетсы. Приготовленные из грудки, из фарша грудки индейки. Сейчас самое главное сделать это вкусно. Совместить правильно со всеми ингредиентами. Я добавляю смесь перцев. Репчатый лук. Паприка. Соль. Сушеный чеснок. И все это можно уже какую-то формировать историю, похожую на наггетсы. Я отдельно еще добавлю черный перец. Кстати, классно сюда подойдет. Именно уже рассыпчатый перец чили. Или каенский перец. Очень классно подойдет. Я просто не нашел в ближайших магазинах. И, соответственно, не добавил каенский перец. Теперь мы все это замешиваем. Вот и готовое масло для формирования наггетсов. Не скажу, что я идеально буду сейчас делать какие-то наггетсы. Но попробую. Обязательно нужно делать это с влажными руками, чтобы это не прилипало. Потом в конце посмотрим разницу по КБЖУ между моими наггетсами и наггетсами из Макдональдса, к примеру. Раз, два, три, шесть, девять, двенадцать полноценных наггетсов. Теперь эти формочки кладу в холодильник на 10 минут. А пока я растоплю масло и создам основу для панировки наших наггетсов. Здесь порядка 40-50 граммов для того, чтобы... Она сейчас растопится. Для того, чтобы уже туда макать мои наггетсы. Сейчас готовим панировку. Я добавлю муку. Здесь должно быть 30 граммов нутовой муки. Сейчас добавляем все те специи, которые я добавлял к мясу. Но уже делаем из эту панировку. Так, здесь в принципе все готово. Панировочка готова. Ее осталось немножко размешать. Все, у нас есть уже растопленное масло. Теперь мы макаем наггетсы в масло. Можно делать с щипцами, но почему-то я решил вот так по-мужски, так сказать, руками. Не хватило мне панировки для последнего наггетса. Скажу откровенно. Ну, посмотрим, что из этого получится. Сверху еще добавляю пару капель масла на каждый наггетс. У меня подогревается духовка до 220 градусов. И я буду готовить 15 минут в духовке. Затем вытаскиваю. И супер наггетсы готовы. Теперь мы кладем в духовку все это на 15 минут. Вот и готовые высокобелковые наггетсы. Прямо самая настоящая альтернатива любым другим наггетсам. В местах, которые вы и так все знаете. Я предлагаю добавить без добавления сахара низкокалорийный кетчуп. Супер хорошие ингредиенты. Фаши из грудки индейки. Мутовая мука. Сверху покрытая медом в панировке. В виде панировки. Все супер. Хорошие специи. Качественный кетчуп. Что может быть лучше? Сейчас здесь на экране будет показана общая КБЖУ данной порции. Из 500 вроде граммов фарша. Грудки индейки. Соответственно со всеми остальными ингредиентами. Также это все будет дублироваться. Повторяюсь в описании. Мы переходим к четвертому высокобелковому приему пищи. Это будет паста, запеченная в духовке. И добавляем уже в конце курицу. Sorry. Индейку. Итак. У нас будет все состоять из, соответственно, пасты, овощей, замороженного шпината, добавления сыра и кокосовых сливок. Сейчас будем это все готовить. Я поставил все на весы для того, чтобы это было примерно понятно по КБЖУ. У нас получается 250 граммов пасты. К пасте сюда, сбоку, я буду класть шпинат. Шпинат замороженный, он просто через какое-то время распадется и станет более такого, не такого компактного формата, по крайней мере. Мне нужно порезать сейчас овощи, это цукини, помидор и разрезать на мелкие частицы лук. В следующий черед я добавляю сливки. Можно добавлять молочные сливки, я добавляю кокосовые. У нас уже почти все готово. К этому я добавляю обычную воду для того, чтобы, собственно, паста приготовилась. Я добавляю примерно 800 миллилитров воды. В общем, так, чтобы это покрывало все то, что у нас есть здесь. Весь этот крем превратится больше в водную структуру. Специи я обязательно добавляю. В смеси разных перцев. Соль. И добавляю сверху еще масло. Все это теперь мы размешиваем. У меня уже все готово. Духовка подогрелась до 180 градусов. Мне остается положить туда и удерживать в течение 20-25 минут. Все подробно я уже напишу в описании. Можете читать и все дословно повторять. Класс. Окей, теперь я добавляю сыр. Сыр здесь можно разный добавлять во вкус. Я, например, люблю очень пармезан. Хотя здесь так же хорошо подойдет сыр Гауда или какой-нибудь Грюер. Очень хорошо подойдет. И теперь кладу обратно в духовку еще на 5-7 минут. А вот и все готово. Паста запеченная в духовке. С одной стороны можно посмотреть и подумать, что достаточно жидко получилось. С одной стороны да, с другой стороны можно накладывать таким образом, чтобы жидкость у вас совсем не попадала. Но мне нравится и так. Очень аппетитно все равно выглядит. И на вкус, я уверен, что тоже хорошо. Белиссимо! Обязательно попробуйте это в своем рационе. А мы двигаемся к последнему высокобелковому приему пищи. А именно к десерту. Нам понадобится йогурт, яйца. То есть, пирог я даже не буду пробовать, к сожалению. И немного протеина. Сначала нам понадобится 400 граммов йогурта. В моем случае это обезжиренный абсолютно йогурт. И он получается насыщенный еще большим количеством белка. Поэтому на 100 граммов здесь 10 граммов белка. К этому я добавляю еще протеин. Половина порции протеина. В моем случае это клубничный. Больше для вкуса. И 40 граммов нутовой муки. Так как я использовал в данном случае обычный натуральный йогурт, то он получится кислый, я имею в виду наш пирог. И добавил совсем немного протеина, это половина порции. Я думаю, что здесь очень хорошо подойдет чайная ложка эритрита. Это у нас подсластитель, который не имеет никаких калорий. Нам понадобится совсем небольшой протеин, который нужно будет завернуть бумагой для запекания. 180 градусов на 50 минут. Через 50 минут мы вернемся, и уже будет все готово. У нас получился пирог. Я уверен, что он вкусный, по крайней мере по запаху это чувствуется. Из большого количества низкожирного и высокобелкового йогурта. И небольшое количество протеина. И яиц. Поэтому я это пробовать, к сожалению, не буду. Но у меня есть для этого дегустатор-мой оператор. Дружище, давай. Слушай, сюда, кстати, можно прикольно каких-нибудь ягод добавить. Может быть, какой-то такой еще. Я думаю, голубейки какой-нибудь, клубники отдельные. Очень классные ягоды подойдут. По десятибалльной шкале на основу 10,5. На 100. Сотка. Обязательно пробуйте те высокобелковые приемы пищи, которые я вам показал. Я думаю, что они оптимальны и подойдут как на обед, на завтрак, на ужин, на десерт. Если у вас есть, например, какие-то другие варианты, обязательно пишите их в своих комментариях. Мне будет интересно посмотреть и, возможно, взять для себя на вооружение какие-нибудь рецепты. И попробуйте их в следующих блогах. Если вам понравились или не понравились те варианты, которые я вам показал, тоже пишите. Я подумаю над тем, как это разнообразить. Но, пожалуйста, я жду именно конструктив, а не голую критику. В дальнейшем я обязательно буду записывать также и какие-нибудь интересные рецепты. Если у вас есть также идеи интересные, пишите их в своих комментариях. Я буду очень рад. И спасибо за внимание. Увидимся.